Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одни говорят, его нам Бог послал Другие пугаются, что вы Он был антихрист Он всю Россию погубил Как видите, самые различные точки зрения И лишь в одном, пожалуй, соглашаются Все историки, все писатели В том, что человек этот был Безусловно, великий Он и в историю вошел под этим именем Имею честь пригласить вас На ассамблею К Петру Великану К Петру Великану Позвольте вам представить Участников нашей литературной ассамблеи Две команды В желтом команде из города Тулы Мы будем называть ее На петровский манер Тульской кумпанией И командой с первопрестольной, белокаменной Московская кумпания Она в красном Какая же Петровская ассамблея Может обойтись без танца Конечно, судьи Они же магистры Они же ныне Господа Сенат А сие, уважаемые телезрители Уже танец поневоле Танец конкурсный Господа Сенат Прошу вас высказаться и сказать Какая пара толцовала лучше На мой взгляд, Тула Тула раз Я отдаю свои симпатии Туле Тула два Единогласно Итак Поздравляю вас с первой викторией Первый грецкий орех Он будет в вашей копилке Между прочим Господин бомбардир Петр Алексеевич Имел обыкновение Доблестных солдат Наделять орехами Так что в нашей передаче На нашей ассамблее Грецкий орех Это очко И вам как победителям Предоставляется право Выбрать Первыми или вторыми Вы хотите отвечать На мои Фраген На мои вопросы Мы хотели бы отвечать первыми Первыми вы будете отвечать Уважаемые телезрители У нас в программе Алексей Николаевич Толстой Мережковский И Пушкин Мане дамы Унт хэрн Как вы помните В Петровскую эпоху Никто не мог сказать наверняка Что его ждет на следующий день Фельдмаршалский жезл Или топор палача Так что и на нашей ассамблее Пожалуйста подготовьтесь Ко всякого рода Уберашинг По русски Сюрприз И вот вам первый сюрприз Наши Блицфраген То есть Блицвопросы Мы будем проводить По регламенту По уставу Водяной ассамблеи А вы помните себе Устав Водяная ассамблея Как она Исполнялась Как исполнялась Водяная ассамблея На корабле Понятно А как сидели дамы Как сидели господа Еще раз скажите пожалуйста В одной комнате сидели дамы В другую комнату сидели господа Совершенно верно Кавалеры сидели В одной каюте Дамы сидели в другой каюте Поэтому прошу Сюда На этот борт За этот стол Всех кавалеров А всех дам Прошу туда Вот вам и первый сюрприз Первый уберашинг Компании Разделились Мэны дамы Манхеерн ход любой фигурой какой хотите вы сделали ход белым конем денщик поручик после смерти рефорта генерал-майор после полтавской битвы фельдмаршал еще до этого губернатор многих городов провинции граф римской империи светлейший князь кто конечно это меньшиков александр анекден Anti в прошлом кому как вы помните меньшиков во всяком случае по версии толстого торговал пирогами кто из вас готов повторить прошлое меньшикова и торговать этими замечательными пирогами кто смелый из вас кавалеры встаньте пожалуйста так чтобы вам было удобней вспомните пожалуйста как в романе alexeya толстого меньшиков торговал пирогами перед стрельцами как он приплясывал что он приговаривал он так ловко шельма приговаривал что стрельцы как вы помните смеялись и раскупили все его пироги сейчас за очень короткое время то есть 15 секунд вы должны дать политическую рекламу вашему товару прошу вас можете посоветоваться с командой ваше время стекло прошу становитесь сюда и пожалуйста рекламируйте свой товар подчеркиваю политическая реклама была александр милославские ели живота и болели нарышкины ели им понравилось потом значит пироги подовые съешь язык с языком вместе съешь значит пара деньгу стоит пироги зайчатин и очень вкусно замечательно в любом случае я политическую рекламу слышал сравним с оригиналом вот на летах расхватывая пироги царские боярские в кремле покупали да по шее мне дали нарышкины важный момент ели животы заболели вот она политическая реклама стал быть нарышкины и милославские названы это вы слышали но вот животы заболели не у тех получают турики ореха или нет я думаю что надо орех дать дело в том что мало кто вспомнил бы этот эпизод и что он там говорит так все с сенатом не спорят дать дать вы считаете дать так орех у вас кто-то показывает если не страшно мы считаем то что это веществом для того чтобы чистить зубы а что за вещество это известь известь или мел но это чистить зубы то что пожалуйста не чистить не надо вы уже заработали очко это бел это мел это ваш орех альзо 2 ореха или 2 очка получает московская компания и 3 ореха 3 очка тульское купание я прошу кавалеров вновь соединиться с дамами а дам вновь соединиться с кавалерами теперь отдел и вопросов потешных переходим к делам серьезным к нам на ассамблею пожаловали гости из конца 17 столетия скажем последнего десятилетия 17 века недавно был я в москве искал оружейника послали меня на кукуй слободу к немцам ну что ж они народ не православный ну да бог им судья а как вошел я за ограду улицы подметены избы чистые в огородах цветочки и люди такие приветливые знаешь иду и рабею и дивно будто во сне все народы живут в богатстве и удовольствии одни мы нищие да русские купцы молят бога чтобы он помог им ловче и обмануть они называют это ловкостью страна где население добывает себе пропитание плутовством есть дурная страна до той поры не будет порядка и изобилия в стране покуда произрастают в ней безбожие и гнусные латинские ереси лютеранские и кальвинские и жидовские терпим от грехов своих были третьим римом стали вторым содомом и гоморрою в немецкую слободу гиенну прелить тупо жечь торговляшкой что ли заняться и пить на это деньги нужны он все нищие ну 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 такая тяга то знаешь от этих оброков даний пошлинг твоя права а куда идут эти деньги куда меньшиков 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 рассказывал василий васильевич голицын палаты воздвиг на реке неглинной снаружи они обиты медными листами а внутри а внутри золотой кожей вон куда деньги-то идут а король бы нас взял какой-нибудь на службу в рим в венецию и уж на худой конец в вену ушел бы без оглядки тупо твоя правда госуда россия прекрасная страна русский трудолюбивый и богобоязненный народ Женщины в России восхитительны, но, государь, в Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи и нашу одежду. России самим богом указано обратить взоры на Азию, привести к подножию царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китая. Я надеюсь, вы внимательно слышали эти разговоры на нашей ассамблее. Вы слышали различные обвинения, замечания в адрес Петра Великого. Задание одному из вас, одному кавалеру, предстоит сесть на этот трон и ответит на эти замечания и предложения так, как если бы этот отрок был Петром Алексеевичем Великим. Так, ваше время истекло. Кто от тульской компании готов взять на себя смелость, выйти, сесть на трон и ответить на то, что я не могу. От монаршего я Петра Великого. Прошу вас. Садитесь, Ваше Величество. Мой микрофон вам подойдет? Прошу вас. У вас две минуты. Так, прежде всего мы будем отвечать двум своим подданным. И хотелось бы сказать, что не стоит так все время заглядываться на кукуйскую слободу, а стараться и самим жить так, как они. Никто не мешает человеку жить богато. Был бы у Мишка до воли к такой жизни. Так, теперь возражение к этому, к английскому купцу. Можно сказать, что русский народ сейчас дик от своей безграмотности, а европейские же народы, они, в общем-то, прошли больший путь, и культура у них намного богаче и выше. Терарху и Акиму можно возразить, что нельзя сжечь кукуйскую слободу, несмотря на то, что она является гиеной и прелестью. Потому что нужны сейчас иноземцы, специалисты, такие как иноземные офицеры, военные, мастера разные. А если сжечь или разорить их не кирки и соборы, то они все разбегутся и никогда больше ничем не помогут. А у них нужно учиться сейчас. Ну и последний, здесь вот стоял человек, который старался направить русское оружие в Азию. Ему можно сказать, что не собирается русское правительство мужицкими костями мастить дорогу для европейских купцов в Азию, и мы сами знаем то, что нам выгоднее. Поэтому мы все-таки будем смотреть на Запад. Спасибо большое, Ваше Величество. Прошу. Садитесь, пожалуйста, я подам вам. Ваше Величество, прошу. Две минуты у вас. Так, первый ответ двум подданным. Не топмо говорить, но и действовать необходимо. Начнем учиться, торговать будем, и у нас будет не хуже. То, что касается... Второй ответ, то, что касается купца. Да, темен наш народ. Глуп, безграмотен, бескультурен, но не вина в этом его обеда. Все силы приложим к тому, чтобы вывести его и тьмы, и невежества. И третий ответ, значит, что же это вы, крылья мне подрубаете? Старые времена вернуть хотите? Чтобы все по-старому шло? Не бывать такому. Я здесь наместник на земле. Господа Сенат, вам теперь слово. Теперь полное ваше право и ваш суд. Мне лично убедительнее показались ответы второго отрока. Почему? Потому что первый ответ на первый вопрос, который задали подданные в своей беседе, был все-таки не совсем точен. Никто вам не мешает жить и богатеть так, как живут и богатеют иноземцы. К сожалению, мешало. Мешало отсутствие гарантии жизни, прав, имущества собственника. Мешали деспотические порядки и произвол самих властей. Пока этого не было, не было и очень многого из того, что приносило благосостояние иноземцам. Вот это нужно будет здесь подчеркнуть в данном вопросе. Далее, там мне понравился ответ о том, почему не следует мастить русскими костями путь в Азию. Петр Великий не забывал об Азии в своих планах, но все-таки стремился использовать продвижение в этом направлении для своего государства и для своего величия. Ответы московской кампании, на мой взгляд, были ближе и к истине, и к тем идеям, которые излагаются в романе Алексея Толстого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тонко сформулировал цель государственной политики. Вот. Ну, я согласен, да, мне тоже больше понравились москвичи при ответе на этот вопрос. Спасибо. Я в некотором затруднении. Ответ москвичей, конечно, был блестящий. И совершенно в духе Петра можно найти не только у Алексея Толстого, но и в петровских текстах можно найти. Ну, буквально или почти буквально. Но меня смущает, что это ответ понигерический. Вы понимаете, Петр-то так рассуждал, но было ли так? Эти возражения, это возражения Петра. И с этой позиции все блестяще. Наверное, и так и нужно оценивать. Но я в некотором все-таки смущене от того, что это мало соответствует историческим реальностям. То есть объективному смыслу деятельности Петра. Но все-таки я бы остановился на том, чтобы дать здесь предпочтение москвичам. Спасибо большое, господа Сенат. Теперь вам осталось только определить, какой компании вы отдаёте Викторию. Мнение у нас единогласно. Мы отдаём предпочтение москвичам. Единогласно. По нашим правилам, в стоимостном выражении Виктория это 4 ореха. Ань, свай, драй, фия. Проигрыш, это 2 ореха. Раз, два. Насколько я понимаю, московская компания выходит вперёд. У неё 6 очков. И 5 очков у наших гостей, у тульской компании. Первая сцена, как вы помните, происходила у нас в конце 17 века. А сейчас, дамы и господа, давайте перенесёмся с вами в начало века 18-го. Уже взята Нарва. Уже было победоносное Полтавское сражение. Уже была битва при Гангуте. Россия уже стала мощной державой. Её боятся враги. Её уважают друзья. Все флаги будут в гости к нам и запируем на просторе. 1718 год. В этом году Пётр совершил деяние, по поводу которого спорят, пожалуй, более всего. Он погубил, скажем так, своего родного сына, царевича Алексея. Уважаемые телезрители, на всякий случай напомню вам, что царевич Алексей бежал от Петра за границу, но Пётр вызволил его обратно, обещав всё простить. Итак, Мережковский, роман, который называется «Антихрист». Две жизни во мне перепутались. И я не всегда могу отличить одно от другой. Не знаю, во сне это было или наяву. «А что ты такой скучный? Хочешь, я тебе сон расскажу? Помнишь, захворал я, когда отводил к тебе на Украину в суммы полки для болтавского боя? Я тогда долго лежал без памяти. А когда очнулся, солнце светило. И на этом солнце, батя, твоё лицо. Милое, нежное, родное. Светик мой, родненький, легче ли? Ну, слава Богу, слава Богу. Помиловала Господь, услышала мои молитвы. Это был сон? А во другой сон, только страшный. Будто мать в застенке. Кнутами секут. Слышу свист в воздухе. И такое гнусное, будто мокрое. Шлёпанье ударов по голову тела. А палач это ты, батя? И лицо твоё страшное? Велик, велик, велик. Да тяжёл Пётр. И не вздохнуть под ним. Сколько душ загублено. Сколько крови пролито. Стоном стонет земля. Что молчишь, батюшка? А? Аль правду в диковину слышать? Когда манил меня к себе из протекции цесарской, разве не клялся Господом и судом его, что простишь всё? Где глядывайте? Самодержец российский. Жаль! Кровь сына первой на плаху прольёшь. И падёт та кровь от главы на главу до последних царей. И погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Господь. Господь. Заладей. Заладей. Убийца. Антихрист. Будь проклят. 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 Да, тяжкие... Тяжкие обвинения. Попробуйте, дамы и господа, защитить отца от родного сына. Вернее, кавалеры у нас уже говорили от лица Петра Первого. Поэтому сейчас слово предоставляется дамам. Только дамам. Вы должны защитить отца от родного сына. Впрочем, если вашему женскому сердцу деду-убийцу защищать трудно, что ж, воля ваша. Поддержите обвинение. От вольных души как есть. Сидите. Сидите. Он боялся, что поднялся. Я не излодейся. Сидите. 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 Тульская компания. Ваше слово первым. Первым должно прозвучать. Петр – это человек идеи, как мы знаем. Работал он на идею, а точнее даже на мечту свою. С человеческой точки зрения мы, конечно, Петра осуждаем, безусловно. Но история Петра оправдывает. Он принес сына в жертву своей идеи. А это идет даже от Бога. Существовала масса людей, которые именем Алексея, может быть, не сам Алексей, но эти люди именем Алексея могли свергнуть Петра с престола. Этого не произошло. Дело Петра могли уничтожить. Мы считаем, что в Петре происходит борение Христа и Антихриста, но именно Алексей становится жертвой этого борения. И Петр здесь не столько виновен, сколько он является лицом, в котором происходят эти действия. Слово защитникам или обвинителям с московской стороны. Московская компания. Мы бы хотели несколько другую точку высказать, точку зрения, не жертвойская команда. Ведь по роману Мережковского он дает очень определенный вывод, что Петр Антихрист. Но в процессе романа, в процессе его рассуждений он его то сравнивает, он даже не сравнивает с Христосом, но он пытается его поставить в ту или иную ситуацию, выявить его характер. В этой сцене затронут ситуацию, когда Алексей говорил то, что он желал смерти. Он не только желал, он еще со своим сторонником неким Кикиным, он составлял план, то, что они чуть не составили кабинет, который после смерти Петра, то, что они будут делать. Он что говорил? То, что мы Петербург отдадим шведам, пусть берут. Нам не нужен этот город Антихрист. Постоянно природа против него бунтует. Сами заживем в Москве, тихо-тихо. Будем малиновый звон слушать. Спасибо большое. Господа Сенат, меня интересует, кто из, позвольте это говорю, кто из защитниц, на ваш взгляд, говорил более убедительно. И, пожалуйста, выскажите свою личную точку зрения по этому сложному делу, делу царевича Алексея. Я уклоняюсь от ответа. Я объясню, почему. Невозможно защитить сына убийства ни по каким законам, ни по божеским, ни по человеческим. И поэтому даже попытка защиты мне представляется, что это просто плохо. Поэтому я никому не дал бы никаких очков. Спасибо. Вы знаете, я тоже пребываю в некоторых сомнениях. Но сразу скажу, что все-таки ответ туликов мне кажется интереснее. И вот по какой причине. Они все-таки попытались нащупать ответ на этот огромный и страшный вопрос. Не помню уже, кто из туликов начал рассуждать таким образом. Петр не столько виновен, сколько вот в нем самом это творилось. В нем самом это все происходило. Он был как бы орудием каких-то, ну, может быть, даже космических, подспудных исторических процессов. Понимаете? Вот это уже путь к правильному ответу. В то же время, обращаясь к туликам, я готов им выдвинуть упрех за следующий тезис. История оправдывает. Нет, друзья мои, история не оправдывает. Это нас долгое время приучали к тому, что история оправдывает. Понимаете? Кровь история не смывает. Кровь остается в истории. И оправдания тут быть не может. Вот видите, какие два сложных тезиса выдвинули для нас представители Тулы. Ну, а москвичи говорили как-то более спокойно и более описательно. Понимаете? Вроде бы все правильно. Но они нам, так сказать, просто немножко еще раз напомнили роман Мережковского. А вот попытки принципиального ответа не было. Поэтому все-таки моя симпатия на этот раз на стороне Тулы. Мне, честно сказать, тоже больше понравился тульский ответ. Потому что здесь была попытка поставить вопросы. Дать действительно оценку, как политическую, так и моральную, вот этой ужасной драме отца и сына. И причем трудность ответа в том, что политические и моральные критерии здесь не только не совпадают, но зачастую выступают как антагонистические. Есть вещи, которых нельзя ни простить, ни оправдать. Вот немногие знают такой факт, что для того, чтобы укрепить престол первого царя из династии Романовых, потребовалось совершить одно из самых страшных злодеяний, которые вообще мыслимо совершить детоубийство. По приговору высших государственных судебных инстанций был повешен трехлетний ребенок. И вот как проклятие это страшное злодеяние следует потом за династией из поколения в поколение, и дело царевича Алексея, и свержение, и заточение в тюрьму на 24 года полуторагодовалого младенца, как это было с Иоанном VI, и последующие многие трагические коллизии. Этого ничем не сможешь и ничем не оправдаешь. Вот здесь трудность, невозможность дать однозначную оценку тому, что сделал Петр. Невозможность встать здесь на какую-то одну определенную сторону. Стало быть, насколько я понял, два сенатора присудили победу. Да, так получается, что на этот раз выиграла Тула. Альзо 9 очков имеет тульская компания и 8 очков московская. Тула впереди. Прошу опять обменяться местами и сесть так, как мы сидим с вами на водяной ассамблее. То есть, кавалеров сесть с кавалерами, а дам с дамами. Первыми у нас будет отвечать московская компания, а вторыми будут отвечать тублячики и тубики. Стало быть, ваш первый ход? Москвичи. Так, это был слон. То есть, черный офицер. Это 30-й август. Вероломный союзник Петра, как вы помните. Вспомните, пожалуйста, каким деликатесом заманила Августа к себе пани Собещанская. И не просто назовите этот деликатес. Деликатес это вкусная, вкусная, вкусная еда. Но по возможности, дайте нашим уважаемым телезрителям точный рецепт этого экзотического кушания. Думайте. Это были пиявки. Вот какой рецепт? То, что они присасывались к какому-то животному, напивались крови, они увеличились в объеме. Это называлось кушание пиявки с кровью, как я помню. А как их готовили? Их жарили. Жарили. Как их готовили, вы ответили, жарили. Мы слышали московскую версию, а теперь нам было бы очень интересно послушать тульскую версию. Напоминаю, вначале вы назовите точно название деликатеса. Августа Саксонского угощали пиявками с гусиной кровью. Отлично. А теперь поподробнее, пожалуйста, для наших телезрителей и, главным образом, телезрительниц рецепт. Он делался очень просто. Брался молодой гусь, желательно не очень жирный. Страшно просто. К его грудке представлялись пиявки. Когда они напивались его кровью, их вместе с гусем запихивали в духовку. Когда пиявки отваливались, их кладут в сковородку и жарили. Замечательно. Уважаемые телезрители, тульский рецепт самый точный. Господа сенат, вы не будете возражать, я отдам очко тульской кампании. Никаких возражений. И ваш кот, король белый, кавалером, к сожалению, у меня нет для вас кортика. Сейчас вы поймете, почему к сожалению. Пушкин в истории Петра пишет. По учреждении Синода духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то, по свидетельству современников, Петр, подумайте, пожалуйста, и повторите то, что сделал Петр, и произнесите те слова, которые он произнес. Время. Вот, Настя, часа, Настя, знаешь. Тише. Он не чудал. Ваши действия и ваш ответ. Значит, Петр назначил на главенство с Синодом гражданское лицо, не принадлежащее к духовенству. Это было одно из его преобразований. Таким образом, церковь становилась частью государства. Московская версия есть? Петр взял кортик. Взял. И обрезал крест. На самом деле, и Пушкин об этом пишет, я недаром ссылался на Пушкина. Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, поэтому так нам кортика не хватало, сказал, вот вам, патриарх. Милые господа, я вас только что предупреждал, что у господина бомбардира было очень четкое правило. Если ты не знаешь, скажи, что я не знаю. Но если ты взялся и отвечаешь неправильно, значит, ты лжешь. Мы сейчас слышали только что два ложных ответа. Поэтому те, кто отвечали, сейчас будут оштрафованы. Мы вас попросим подойти вот туда. Вы видите, там у нас есть потешный, мошкирадный гардероб. И возьмите там какой-нибудь штык, который вы на себя наденете. Прошу. Одевайте и смелее давайте назад, потому что у нас еще довольно много блиц. Но предупреждаю вас, дорогие кавалеры, что если вы и второй раз солжете, то есть неправильно ответите на вопрос, вы будете отправлены в вечную ссылку. Что это такое, я думаю, вы понимаете. Итак, ход москвичей. У вас все вопрос в Сидар-Даму. Так, пешка-линиаж. Внимание. 30 августа 1715 года Петр издал указ о неподбивании сапог гвоздями и скобками. Купцам торговать онами запрещено под страхом ссылки. А почему, собственно, спрашиваю о вас, нельзя подбивать сапоги, было? Прошу ответ. Ну, наша версия, то, что в России в этот момент не было собственного железа, железо возили из Голландии, и для экономии было решено, значит, ну вот не подбивать как раз сапоги-двозди. Спасибо. Это прозвучало, как вы поняли, московская версия, тульская версия. Скобки и гвозди на сапогах. Царапали паркет в комнатах. Это точно. Точно, орех. Вы его получаете. И вместе снимем очко. Кто отвечал неправильно на указ, прошу вас, гардероб. Те же самые правила. Господа, чей ход? Мы хотим съесть. Съели. Пешка уже была в действии, можно? Владимир Белый или Няш? Девицам, наконец. Скажите, пожалуйста, какой сподвижник Петра по свидетельству Пушкина прослыл в народе русским фаустом? Фаустом. Сразу готов ответ? Тогда, пожалуйста, возьмите микрофон. Чертче. Это Яков Брюс. Это Яков Брюс. У вас был сразу готов ответ. А у меня сразу готово очко. Орех. Тула. 12 очков у Тулы и 8 очков у Москвы. Дамы и господа, я думаю, вы на меня не посетуете, если мы предоставим возможность заключить нашу ассамблею, внести, так сказать, в нее последний аккорд титулярному советнику, камер-юнкеру, то есть величайшему русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Медный всанник. Открывок из поэмы. Он встал, пошел бродить и вдруг остановился. И вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома на крыльце с подъятой лапой, как живые стояли львы староживые. И прямо в темной вышине над огражденную скалою кумир с подъятой рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя, злобно вкруг него и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медною главой. Того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта. О всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял! Надо бы! Дорогие друзья, нам с вами вопрос задал сам Пушкин. Лично у меня эти строки вызывают целый ряд вопросов. Во-первых, к кому обращается Пушкин, он мощный властелин судьбы? К Петру? А может быть, кому-то выше? Далее. О какой бездне идет речь? О той бездне, над которой Россия стояла при Петре? А может быть, о бездне при Пушкине? А может быть, о бездне, которая раскрылась перед Россией в более поздней эпохе? И, наконец, как и куда может скакать конь, который поднят на дыбы? Петр не знал. Возможно такое? Да, не знание. Только не знание. Не знание. Он... Россия идет с помощью. Она запущалась, чтобы... Пошли, что... Парень, бездна и там, и там, и там, и там, и там, и там. И последнее у нас еще... Заполнится все, что вы сказали, что там старинок. А, последнее что? Потом еще тут хватит двести лет. Двести лет. Двести лет. Блоковая. Петр, сделан на Россию. Он тут не убега остался, а Россия не перешла. Он ее удержал. А лошадь, которая скачет, это Россия в дальнейшем. Да, Россия спасена... Обсуждение закончилось. Кто у нас отвечает? Москвичи, прошу. Мы считаем, что Пушкин все-таки обращался к Петру Первому, потому что он считал Петра наместником где-то Бога на земле. И он смог поднять Россию, которую Пушкин сравнивает с конем, поднятым на дыбы. Да, действительно, конь, поднятый на дыбы, не сможет бежать, но он после этого делает большой скачок вперед. До Петра Россия катилась по наклонной плоскости вниз. Вот это нищета, голод, бескультурье. И Петр смог принести в Россию просвещение и какой-то свет. Этим он держал действительно коня России над бездной. Какой ценой было достигнуто все это то, что его конь, дело большой скачок, это было достигнуто ценой крови, миллионов народов, видите. За время правления Петра население России уменьшилось в три раза. А надо ли было это все делать? Не лучше ли было остаться Россией мирной, как она жила с византийских времен? Мы так посовещались и думаем, что Пушкин имел в виду не только бездну, которая была при Петре, но и бездну, которая была в то время, когда он жил. Не зря же это произведение запрещали печатать. Спасибо, но Ваша точка зрения, по-моему, ясна. Слово тульской компании. Прошу. История России вообще очень своеобразна. Через некоторое время Россия постоянно оказывалась над такими безднами. И каждый раз что-то останавливало ее перед падением. Возможно, именно говоря о железной узде, Пушкин и подразумевал это таким образом. Петр это не всадник, а узда. Мощный властелин судьбы это не Петр, а что-то большее. Может быть, судьба, рог, не знаю. Мы думаем, что это Бог в Петре и в Пушкине. Вот что. Вообще, Петр, в Петре, который находится над бездной, есть очень интересный момент. Воля к преображению. Петр продолжатель русского дела, продолжатель истинно российских традиций. В нем видны то, что мы увидим в иконах Андрея Рублева и Феофана Грека. Давай. Бездна это бездна и в Петровское время, и во время Пушкина, и в наше время. Известно, что историки почитали, что Петровские преобразования продвинули на 200 лет Россию вперед. Если бы не было их, то Россия еще 200 лет развивалась. Один важный фактор, который привнес Петр в Россию, он дал людям свободу выбора. То есть человек мог идти не только... Мысль закончила. Не только быть в новой вере, но и уйти в раскольники. Человек мог не только тянуть крестьянскую повинность у помещика, он мог быть в солдатах. Свобода личности была дана Петром России. Спасибо большое, господа Сенат. Вы слышали две точки зрения. В данный момент меня очень интересует ваша собственная точка зрения, потому что на оценку, кому присудить Викторию, мы дадим вам дополнительное время. Вы знаете, я всегда задумывался, почему мы так легко запоминаем эти строчки Пушкина о бездне, о железной узде. Они словно бы даже как-то и выпадают из всей поэмы. Они нами воспринимаются как нечто совершенно отдельное, самостоятельное. И вот мне кажется, именно в этом-то и заключается секрет любого по-настоящему значительного символа. Здесь всё символ. Вот смотрите, бездна, бездна. Пушкин уже намечает здесь вот эту великую историческую бездну России. И как потом этот символ переходит от одного писателя к другому, и в конце концов и к Достоевскому, и дальше, дальше, дальше. Все начинают размышлять над этой бездной. Железная узда. Какое глубочайшее содержание мы вкладываем вот в эти два слова. Мы сейчас продолжаем с вами над этом мучительно размышлять. Или поднял на дыбы. Россия поднятая на дыбы. Тоже какой великий символ. И, конечно, мне кажется, были правы именно те из ребят, которые вот это вот символическое значение, пушкинский строк, уловили, и начали рассуждать именно отталкиваясь от этого. Поэтому я уже перехожу к оценке. Мне на этот раз при, так сказать, всей симпатии к москвичам, мне все-таки больше заинтересовали ответы представителей Тулы. Мне очень понравилось вот это вот «Бог в Петре и Пушкине». Очень глубокая мысль. Это можно было бы и дальше ее развивать. Мне очень понравились рассуждения о свободе выбора. Одним словом, все-таки при том, что я отдаю дань обеим командам, все-таки моя симпатия на стороне Тулы. Россия, конечно, в тот период ни по какой наклонной плоскости не катилась. Здесь я вынужден не согласиться с уважаемыми участниками московской команды. Страна развивалась, более того, развивалась достаточно интенсивно. Но для дальнейшего ее развития, для того, чтобы выйти на уровень наиболее развитых государств того времени, потребовался рывок. Но для этого пришлось действительно вздыбить страну и наложить на нее железную узду. Вот это вот тяжелейшая рука самодержавия, с помощью которой тогда решилась эта великая историческая задача. Но задача решилась, а рука осталась. И узда осталась на прежнем месте. И вот здесь источник многих будущих великих трагедий. Мне кажется, что ни та, ни другая наша компания не обратила внимания, что здесь не только Петр участвует. Два персонажа равновеликих. Вот это, мне кажется, ключ к пониманию этого довольно-таки туманного пушкинского текста. «Бедный Евгений». Ну и предел мечты – кровать, два стула, щей, горшок, чего же нам более. Это с одной стороны, а с другой стороны – властелин на бронзовом коне. Так вот, если бы это были величины не равновеликие, то это здесь не было бы трагедии, не было бы поэмы. Ну, это водовид, фарс. Трагедия только, когда сталкиваются величины равновеликие. И, вот, умница Пушкин, это, если вот так посмотреть, это не самое тёмное, может быть, самое светлое место в этой гениальной пушкинской поэме. Эти 400 строк рассказали нам о России, о России Петра, если угодно, может быть, больше, чем целые тома. «Россия, поднятая на дыбы». Вот отношение власти и страны – всадник и лошадь. В этом случае народ России – это только инструмент для того, чтобы исполнить какие-то предначертания, как они в голове царя, в представлении власти. А в действительности лучшим является, это не моя мысль, она высказывалась неоднократно, и лучшее то правительство, которого не замечают люди. России в этом смысле не повезло, в этом и, собственно говоря, смысл самодержавия. Вот, мне кажется, если с этой стороны мы посмотрим на строчки Пушкина, то мы поймём главное. Кому вы присуждаете Викторию в этом соревновании? Наше мнение Тула. Итак, решением Сената Виктория присуждается Тульской компании. Это четыре очка. Раз, два, три, четыре. И два очка Московской компании. 16-10. Таков окончательный счёт. Над московской командой убедительную победу удержала команда из города Тулы. Тульская компания. Поздравим же победителей. Виват, господа! Вы рады, что выиграли? Безусловно. Поздравляем! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Уважаемые телезрители, теперь у нас каждый месяц будут литературные игры, и в каждой из них мы будем задавать вам по вопросу. Естественно, чем больше вы нам пришлете ответов, тем выше у вас шансы выиграть в заочном конкурсе и войти в сборную команду телезрителей. Сегодняшний наш вопрос. Вы только что слышали отрывок из Медного всадника, но вопрос, который я вам задам, казалось бы, мало имеет отношения к Пушкину. Вопрос таков. Известно, что Петра Великого очень любил Иосиф Виссарионович Сталин. Как вы думаете, за что? Может быть, Пушкин вам поможет? Пушкин вам поможет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok